АПЛОДИСМЕНТЫ У его гостя это биофизик, эксперт Института биологии и старения, замдиректора этого же самого института Игорь Валентинович Артюхов. Я, знаете, для начала хочу задать вам несколько таких блиц-вопросов, чтобы постараться увидеть некую картину мира, ну, примерно вашими глазами, да? Если можно, блиц-вопрос, блиц-ответ, да? Хорошо, договорились? Итак, верите ли вы в то, что когда-нибудь компьютеры будут вживляться прямо в человеческий мозг? В принципе, почему нет? Они достаточно быстро уменьшаются. Не мозг, я надеюсь, а компьютеры, да? Нет, компьютеры, конечно. Понимаю, да. А верите ли вы, что когда-нибудь человек сможет продлять свою молодость на века? Думаю, что это вполне возможно. Теоретически это ничему не противоречит. А нужно? А почему нет? Я бы хотел. Да? Ну, я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся. Он, во всяком случае, меня очень беспокоит. Верите ли вы, что особи мужского пола, мне даже произносить это больно, вымрут за ненадобности? Мне это представляет совершенно бессмысленным. Ненадобностью для кого? По крайней мере, самим себе они нужны. Господи, спасибо вам большое. Мнение кого-то другого нас не очень интересует. Мужики, у нас есть шансы. Спасибо. Спасибо. Итак, верите ли вы, что появится какой-нибудь, вот есть мужской пол, женский пол, появится какой-нибудь третий? Да, в общем-то, уже сейчас вариантов даже больше, чем три, если вы думаете. Есть некоторый выбор, да? Да. Я думаю, что к этому мы тоже еще вернемся. Хорошо. Верите ли вы, что люди начнут читать мысли друг друга? Ну, имеется в виду в таком массовом порядке, потому что кое-кто сейчас это делает, прям даже в зале я это чувствую. Ну, скажем так, что люди смогут передавать мысли от одного к другому, ну, с помощью, например, радио. Ну, вот мы это делаем уже сейчас с помощью, там, тех же мобильных телефонов. В дальнейшем, возможно, это будет делаться с помощью, там, мозговых имплантов каких-то. То есть, жена дома на кухне просто подумала о муже и о том, что надо бы ему купить соль и яиц и хлеба, и муж, который в этот момент возвращался с работы, его как будто что-то так, ах, толкнуло, он подумал, ох ты, Господи, надо же купить соль и яиц и хлеба. Ну, примерно на таком уровне, да? Может быть, и так будет, не знаю. Технически это не противоречит, опять же, ничему. А вот здесь, я так скажу, не дожить бы. Хорошо, так. Идем дальше. Верите ли вы, что когда-нибудь человек обретет бессмертие, заменив в процессе жизни все части тела? Ну, что это станет возможным? Мне не очень нравится термин «бессмертие», поскольку он подразумевает, там, неуничтожимость и так далее. Но, скажем так, неограниченную продолжительность жизни, то есть, когда не будет какого-то срока, вот до которого дожило дальше уже никак, ну, это не исключено. И, в общем-то, есть животные, которые имеют неограниченную продолжительность жизни. Так что, а почему бы человеку не стать таким животным? Ну, что ж, хорошо, очень интересно. Я думаю, что к части вопросов, о которых мы сейчас говорили, мы еще вернемся в ходе нашего разговора. А сейчас мы с удовольствием заслушаем ваш доклад. Итак, уважаемые гости, в медицине в ближайшие десятилетия ожидаются революционные совершенно изменения, которые, ну, наверное, не уступят тем революционным изменениям, которые произошли в средствах связи, в информатизации за последние пару десятилетий. И одно из направлений, по которым уже сейчас эти изменения происходят, то есть, это мы можем не гадать, мы можем просто наблюдать, это такая отрасль, которая называется инженерия органов и тканей. Появилась возможность, вот она сейчас появляется буквально в наших глазах, вместо того, чтобы трансплантировать чужой орган, вырастить свой орган из своих собственных клеток, которые не будут отторгаться. У человека есть так называемые столовые клетки. Это клетки, которые еще не превратились в клетки кожи или печени или мышечные клетки или нервные, те, которые могут в них превратиться. Их можно размножить вне организма и потом создать нужный орган. Ну, например, в одном случае пациенту вырастили нижнюю челюсть в его собственной брюшной полости в животе. Ох, ничего себе! Да, ну вот такое. Ну и, собственно, трахеи тоже выращивают прямо в организме. А где вот такой случай произошел? Это в Финляндии было. В Финляндии? Да. Дальше, возможно, выращивание в организме животного. Это очень интересное направление. Можно использовать животное, у которого разрушена его, собственно, иммунная система, так что не происходит отторжание. И, скажем, вполне можно в организме свиньи вырастить человеческое сердце. Это действительно первые шаги на пути к человеческому бессмертию? Ну, по крайней мере, в эту сторону. В эту сторону. Для примера могу сказать, что буквально на днях одна гонконго-американская группа объявила, что она планирует в 2016 году начать опыты по уже пересадке людям искусственно выращенных сердец. Еще один вопрос, который меня интересует, по поводу пересадки органов трансплантации и по поводу... Я так понимаю, что это, кстати, тема трансплантации органов еще совсем никак не касается мозга или как-то касается уже? Касается. Ну, во-первых, если говорить о трансплантологии, то интересно, что прорабатывалась такая операция, как пересадка головы. И, более того, она отрабатывалась на обезьянах и, в общем, достаточно успешная. Но на человеке таких операций проделано еще не было, хотя, в общем-то, планы были и существуют. Вы знаете, я, простите ради бога, но я позволю себя все-таки рассказать, потому что вы сказали о трансплантации головы. Мне просто рассказали очень смешной анекдот, этот касающийся, когда человек гулял по парку, и у него отлетела голова, закатилась куда-то в кусты. Вот, и голова лежит в кустах и говорит телу, которое осталось, говорит, иди сюда, иди ко мне, я здесь, я в кустах, иди ко мне. И тело болтается такой, без головы болтается, и вроде идет, идет, идет в сторону головы, но проходит мимо и куда-то падает с обрыва. И голова лежит в кустах и говорит, ну вот, господи, а куда я кричу? Уши-то на мне. Так что тут, конечно, очень важно, чтобы сошлись все факторы. Хотелось бы еще поднять такой вопрос, давайте назовем его так, условно, апгрейта человека. Это когда человек пытается освоить какие-то органы, собственно, ему не очень свойственные. Ну, я не знаю, там, например, какие-нибудь жабры, крылья. Вырастить жабры, как у их теандра, ну, почему нет? Значит, кому-то это, тем, кто сейчас увлекается, там, дайвингом, наверное, с удовольствием вырастет у себя жабры. Вот именно в этом контексте, последний, наверное, сейчас пока вопрос, вопрос такой личный, если хотите, не отвечайте. Хотели бы в себе что-то изменить? Ну, да, конечно, в общем, почему бы не улучшиться? Нельзя сказать, что у меня сейчас есть какие-то конкретные вот недовольства. У меня, в принципе, тьфу-тьфу, пока все органы функционируют благополучно. Ну, если захочется, почему нет? Те же жабры какие-нибудь, может, захочу себе когда-нибудь. Хорошо, спасибо. Давайте посмотрим. Я вот, честно говоря, первый раз столкнулся с таким словосочетанием. Я догадываюсь, что оно означает. Боди-модификаторы. Давайте посмотрим вот на эти фото. Вот у нас прекрасный чудо-человек, который вживил себе к глазу увеличительное стекло. И металлические шипы на голове. Я не очень знаю, зачем ему шипы. Вот, но увеличительное стекло, понятно, да, чтобы... Вот очки, вживленные прямо в переносицу. Обратите внимание, там нет перемычки. Вот девушка вживила себе... Ну, молодец, это сразу видно. Вживила себе рожки. Вот как раз очень-очень кстати, да. Вот такие вещи, которые уже существуют. Поверьте, мы выбрали не самые жесткие формы. Некоторые доходят до большего. Итак, у нас есть в зале сейчас люди, которые, собственно, вот и называются таким странным термином «боди-модифицированный человек». Давайте попробуем с ними пообщаться. Здравствуйте. 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 Ну, во-первых, я рад, что мы говорим на одном языке, это уже приятно. У вас здесь что-то так и должно быть? Ну да, это пиртинг-сикак. Я сделала по собственному желанию, потому что мне это нравится. Я, конечно, люблю всякие модификации, но извините меня, некоторые считают действительно извращениями, такие как сделать себе рога. Но если кому-то это надо, то пусть делают, может ему так легче. Нет, но рога это действительно возмутительно, в сомнении. Вот, а так, в принципе, временные такие, например, пирсинг тот же самый. Это можно в любое время достать, когда вы взросли, надоест, сейчас мне это нравится, это мой образ жизни. А скажите, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то в этом, ну, как бы сказать-то, практическая польза, назовем это так, или это только вот такое эстетическое наслаждение? Ну, кому как, на самом деле. Кто-то говорит, что прокалывает нос, там у него насморк проходит, но лично мне никакой это пользы не приносит, просто мне это нравится. Может быть, мешает наоборот? Может, в аэропорту, когда проходите через рамку, извините, нет? Нет, это все глупости. Нет, нет, извините. Извините. То есть, не лучше слышать, не начинайте от того, что ухи. Обидно, столько мучений, а ради чего? Ну, какие мучения? Приятные мучения. Приятные? Ну, есть такое. Что? У вас есть? Мнение. Давайте просто послушаем мнение, слушай вас. Вы знаете, я вообще как бы за естественность, да, и, в принципе, то, что как бы человек родился, то, что ему дано от Бога, да, от природы, в принципе, это и есть у красота, которая может только дополнить чем-то, но не всякими уколами, серьгами. Ну, вас же никто не заставляет это делать, у вас так, вы так считаете, не делайте этого. Извините меня вот за естественность, но каждая девушка элементарно подводит себе глаза. Это уже что, неестественность, схождение каких-то рамок, приличие? Я вам должен сказать, а иногда глаза подводят девушку. Давайте я прерву этот спор просто потому, что он, наверное, достаточно бесполезен и бесконечен. Вам нравится так, а вам нравится так, пожалуйста. Маленький комментарий насчет бодимодификаторов. Ну, понятно, что здесь речь шла о таких эстетических модификациях, но некоторые из бодимодификаторов вживляют себе в палец маленький, но очень сильный магнитик, и появляется новый орган чувств, то есть как бы металлоискатель. Поднеся палец, можно чувствовать, там вот есть здесь магнитное поле или нет. В этом, кстати, есть практическая польза. Потом вот это вот кручу-верчу запутать хочу с пальцем. Ну, например, да. Я не знаю, насколько это того стоит, поскольку операция не такая уж безболезненная, но вот некоторые делают. Хорошо. Я бы хотел представить вам еще людей, которые находятся у нас здесь в студии, и выслушать их мнение по поводу обсуждаемой нами сегодня темы. Итак, это Сергей Вячеславович Савельев. Сергей Вячеславович, доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела эмбриологии НИИ, морфологии человека РАМ. В чем идея стволовой клетки? Очень проста. Первый тезис. Они живут вечно, они могут превращаться в любые ткани органов. Первое. Клеточное деление ограничено 50 разом, то есть раз в 50 может поделиться клетка. То есть не вечно они получаются? Нет. На каждый организм тонну 100 килограмм примерно на каждого человека. После того, как сперматозоид проникает в яйцеклетку, у нас 50 клеточных делений и смерть. Все. Это значит, что идея вечных стволовых клеток – это ложь от начала до конца. Потому что, приведу пример такой, в Америке, но они впереди планеты всей, они создали Катерине Верфайл 11 лет назад, институт стволовых клеток. И если посмотреть ее выступление, то они будут напоминать сегодняшнюю вот эту странную лекцию. Она говорила, смотрите, я создала 200 типов тканей из человеческой стволовой клетки. Был толстый мужик, у него убирали жир. И вот из этой жировой клетки она получила 200 типов тканей. И это все висело в интернете, все это было разрекламировано. Она получила институт. Прошло 11 лет. Она сказала, что мы начнем выращивать органы через 5-6 лет. Ни органов, ни этих сайтов. Но что интересно, Катерина Верфайл осталась директором института. Вот это настораживает. Понимаете? То есть это была фальсификация. И таких фальсификаций много. Фальсификации по протезированию сердца. Сам автор этой статьи публично выступал неоднократно, говорил, ребята, ну простите, опровержение написал в следующем номере журнала. Нет, все в мире кардиологи тут же стали за дополнительные деньги втыкать все в доспал. Вы хотите сказать, что тут основной двигающей силой является бизнес? Это деньги. Покажу, скажу один только факт. Нет ни одной работы, в которой были бы проведены реальные сравнения, из каких клеток пересаженных или собственных, выращена та ткань, о которой говорится. Игорь Валентинович. Про челюсти. Я закончил просто. Про челюсти. Извините, студицкий до войны еще, работавший у нас известный ученый, показал, что если взять из крошки, сформировать некую ткань и засунуть ее под брюхо человеку, она обрастет потом собственными тканями, постепенно эта костная крошка заменится, и этот трансплантат можно выдать за челюсть, выращенную из стволовых клеток. Ложь построенная, замешанная на хорошем бизнесе и на обещаниях вечной жизни. Игорь Валентинович, сколько вы заработали на этих сказках? Я на этом ничего не заработал, кроме зарплаты своей, не такой уж большой. На самом деле, конечно, все это звучало очень амбициозно, но это полностью противоречит. Вот если вы просто посмотрите, ну, конечно, я не могу вот к аудитории апеллировать, предлагать почитать современные журналы. Это достаточно глупо, действительно, неужели мы будем читать современные журналы? Да, есть журнал «Стемселс», который просто посвящен столовым клеткам, которые якобы не существуют. Вы извините, у нас в стране два таких журнала, которые финансируются теми же людьми, которые финансируют вас. И они будут финансировать любую ерунду для того, чтобы доказать, что оправдать те деньги, которые на них затрачены. Вот в чем дело. Вы об этом-то скажите. Кто эти журналы финансирует? Почему в рецензируемых журналах этих статей нелепых? Никто не берет даже. Никто не берет публикации. И почему только те люди, которые зарабатывают на этом, содержат эти журналы, содержат эти сайты, обирают больных, которые в это во все верят? И платят, кстати говоря, вам зарплаты. Извините, что я вас прерываю. Давайте послушаем еще, что нам скажут люди в зале. Здесь, пожалуйста, пожалуйста, здесь, пожалуйста. Я честно скажу, я половина не поняла слов. Это нормально, я тоже. Вот, например, я приду в поликлинику. Мне врачи скажут, болит сердце у вас, заменим. Не гнуться суставы, вырастим новое. У меня более пяти раз срезали ноги. Вот я и хотела бы помочь к вам, чтобы вы заменили бы и вырастили бы мне ноги. Но я думаю, мне поликлиники это не предложат. Это очень дорогая операция. Приходят олигарки с карманами денег. Им, пожалуйста. Им тоже не делают. Делают. А мы бедные, конечно. Нам не с чем идти. Но ноги заменить пока, к сожалению, никому олигарху не могут. И вырастить заново. Понимаете, в чем дело? Вот я скажу вам о себе. С такой болезнью, вот при всем том, о чем вы говорите. С такой болезнью, которая, по моему мнению, является, я не знаю, там, чумой 20 века или чумой не 20 века. С такой болезнью, как рак, до сих пор, при всем том, о чем вы говорите, до сих пор справиться не могут. Ни с причинами ее возникновения, ни с гарантированным ее лечением. Что, конечно, подталкивает меня в сторону Сергея Вячеславовича в большей степени. Как-то кажется мне, ну, тогда бы уже решили этот вопрос, если настолько это все развито. Но это так, реплика. Давайте еще послушаем людей. Прошу вас. Здравствуйте, Александр. В 96-м я призвался. Призвался на срочную службу. И суть в том, что, ну, по стечению обстоятельств попал в госпиталь. В госпитале, ну, познакомились с Серегой. Командир роты. Как бы нормальный мужик, все. Ну, вот у него были проблемы. Проблемы полностью атрофированное тело. И он, как всегда, говорил, Сань, духа-сила, духа-сила, это для понимающих. А сила для непонимающих. Я, говорит, я офицер. Я должен стоять в строю. А я, говорит, сейчас безжалостный, как говорится, коллега. Ребята, дай бог вам здоровья, как говорится, развивайтесь. Пусть вас влажают деньги. Я за то, чтобы развивалась наша наука. Но к бессмертию мы придем, когда смысла в деньгах не будет. Вот тогда мы к бессмертию и придем. Прошу вас. У меня такой вопрос. Я студент учусь на первом курсе. И сейчас, послушав вас, я подумал, вдруг... Это, кстати, уникальное явление. Может, я выбрал не ту профессию? И вопрос такой... А вы на первом курсе какого института учитесь? Сибирский федеральный университет, я физик. Вот. И вопрос такой. А как называется вот эта профессия продавца органов? И можно ли на нее выучиться? И каков заработок? Ну, вы знаете, молодые люди, люди практичные. Это тоже в некотором смысле результат эволюции. Я не думаю, что физик – это плохой выбор профессии. Я сам по образованию физик, биофизик. Вопрос, простите, вопрос для физика, сколько денег я буду получать? Это плохой вопрос. Значит, это направление называется инженерия органов и тканей. Пока готовых, так сказать, кафедр, где готовили бы по этому направлению, нет. Но, в принципе, этим начинают заниматься сейчас ведущих медицинских вузах. И если кто-то хочет туда идти, только не продавцом, естественно, идти, а изготовителем органов. Потому что продавать органы, ну, наверное, в медицине тоже есть медицинский менеджмент. Вы знаете, некоторые воздух продают, поэтому, чтобы что-то не продать органы, это лучше не обменивать. Но здесь, наверное, самое перспективное – это идти заниматься как раз. Это будет очень востребованная специальность – инженерии органов и тканей. Ну, этим надо идти либо в биологические, типа биологического факультета, либо медицинские. Еще один гость у нас в студии, я вам его хочу представить, Павел Владимирович Разин, доцент кафедры социологии факультета журналистики МГУ. Скажите, как вы думаете, привлекательна будет вот эта профессия, которую не знаю пока, как назвать, именно с точки зрения социологии? Ну, почему нет? Так же, как привлекательна сейчас профессия пластического хирурга. Очень денежная, очень уважаемая, очень востребованная профессия. Значит, в обществе есть заказ на подобного рода вещи. И поэтому меня, честно говоря, несколько расстроил коллега… Сергей Ильичович. Да, коллега из Академии медицинских наук, что, в общем, пока еще ничего такого и нет. Что же они такие все знают? Ну, а с другой стороны, я, конечно, как социолог вижу, ну, огромную кучу проблем. Огромную кучу проблем с этим, потому что проблема именно социального порядка. Ну, что делать со стариками, там, если все будут молодые, например. С другой стороны, молодые, если они не будут стариться, они всю жизнь будут работать. Если все… Ну, и так далее. И в конце концов, рано или поздно замучаются. Сергей Вячеславович, при всем вашем скептическом отношении, скажите, вот, ваш прогноз по поводу этой темы. Или вопрос, в принципе, не стоит так остро? Ну, здесь несколько аспектов этой проблемы. Одна очень важная проблема, что, во-первых, девушки, представим себе, будут все красавицы, долго жить, вечно молодые. И вот тут как раз и вымрут мужики. Нет, нет, нет. От ужаса выбора. Нет, нет, нет. Мужчины будут эквивалентны. Но все будет развиваться так хорошо до тех пор, пока девушка рот не откроет. Потому что есть вещи, которые заменить нельзя. Нервные клетки новые не появляются. Ну, у тех, у кого появляются, те быстро оказываются на кладбище. Это называется рак мозга. Новые клетки не появляются с момента рождения человека. Вот человек родился, вот сколько у него нервных клеток есть, только до конца жизни, они только умирают. И представляете так трехсотлетнюю красотку в глубоком маразме, которая, так сказать, с трудом помнит свое имя, вставая по утрам, глядя в зеркало, с трудом вспоминает, как ее зовут. Почему? Потому что в нейронах накапливаются продукты метаболизма, которые не выводятся. Они не могут выйти наружу. Поэтому такой красавец или красотка, значит, с маразматическим мозгом, это, конечно, дикое зрелище. А мозг заменить нельзя. Я вам должен сказать, что, по-моему, ваш прогноз уже как раз сбывается. Я время от времени встречаю красивых девушек, которым лучше уже сейчас не открывать рот. Спасибо большое. Спасибо, извините. Спасибо нашим гостям. Вы знаете, собственно говоря, выводы делать вам, принимать решения вам. Я прошу тех из вас, кто вынужден примириться или кто вообще поддерживает подобный путь развития в дальнейшем, остаться в студии. Тех, кто категорически протестует против этого, тех я прошу сейчас студию покинуть. Таким образом произойдет наше голосование. Продолжение следует...